Четвертый пункт. Увеличение ПВЕ вещей. Увеличение в плане количества. Решение. Введение ПВЕ валюты. Например, очки доблести, которые были в катаклизм. Подобные текущим очкам завоевания. Какого черта ПВПшники могут себе покупать вещи? Я хочу такое же для ПВЕ. В чем проблема ввести такие же очки доблести? Я буду таргетно покупать слот определенный. Пушку, триньки. Почему бы и нет? Ну серьезно. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Приа. И сегодня мы немножечко поговорим о ПТР версии 9.05. Там очень-очень много всякого контента. И хочется поговорить о возвращении НПСа, который будет улучшать нам вещицы с помощью очков доблести. Это реально круто, это реально замечательно. То есть ПВЕ система выходит немножко на новый уровень. Она подбирается к ПВП системе, которую мы видим на текущий момент. И чтобы продолжить это обсуждение, я зайду на ПТР и просто покажу некоторые моменты интересные. ПТР версия в левом нижнем углу. 9.05. Тестовая билд от 7 февраля. Окей. Зайду на ДК. Также просто копернул его. Что у нас происходит в ПВП? В ПВП мы повышаем наш рейтинг и таким образом апаем вещицы, используя очки чести, которые мы просто набиваем с БГ, со стычек, да вообще хоть откуда. Просто даже игроков убивая в открытом мире. Чтобы апнуть ПВП вещицу, нам требуется рейтинг. 1400 для 207 вещицы, 1600 для 213. Далее для 220 нам нужно 1800. Для 226 нам нужно 2100 рейтинга. Ну а чтобы получить 233 пушечку, нам нужно 2400 апнуть. Вообще абсолютно в любом брекете. Что будет в ПВП? На текущий момент, увы, вендора этого нету. Мопца, который бы улучшал вещицы, я побегал, поискал его, не нашел. Увы. Нам нужно заиметь ачивочки, а именно которые связаны с MIFIC Plus системой. Будет 3 ачивы вместо 2 на текущий момент. Сейчас у нас ачивы за десятые ключи и выше, и ачивы за пятнадцатые ключи и выше. За десяточки и выше мы получаем звание, за пятнадцатки и выше мы получаем маунта. Вот он. А вот и ачивы за пятый. Shadowlands Keystone Explorer Season 1. Исследователь ключей Shadowlands. Пройдите все подземелья Shadowlands в первом сезоне уровнем 5 и выше. Таймер, конечно же. И что мы получаем за это? За эту ачиву мы получаем апгрейд вещей до 207-го итем-левела за прохождение всех пятых ключиков. Прикольно? Ну, прикольно, да. То есть это можно сопоставить с рейтингом 1400. Далее, пройдя все десяточки, получив ключника завоевателя, мы получаем возможность апгрейда вещей до 213-го, как за рейтинг 1600. Прикольно? Прикольно. Далее, пройдя все пятнашечки, мы можем апгрейд свои вещицы до 220-го, как за рейтинг 1800. Это прикольно для тринкетов, это прикольно для колечек, это прикольно для пушек, потому что именно эти слоты являются проблемными. Ну и, например, если вы спекаетесь там из одного спека в другой, то, например, где-то полезнее одна ручка, где-то полезнее двуручка и все такое прочее. Где-то один тринкет нужен, где-то другой. Вот. Кубик, например, на ДК очень хорошо ценится, там другие тринкеты тоже есть интересные. И чтобы апать эти вещицы, которые мы лутаем с мифик плюсов до какого-то хорошего в этом левеле, нам потребуются очки доблести. Как это было в катаклизме? Была такая же, в принципе, полоса над подземельями и рейдами, и писался недельный кап, сколько мы можем получить очков доблести. Что будет в 9.05? Вопрос хороший, я думаю, функционал этот появится в ближайшее время, но обзорную информацию, думаю, стоит выдвинуть именно сейчас. Откуда будут лутаться очки доблести? Ну, если вспомнить, как было раньше, то за прохождение рандом-героика давались очки доблести, по-моему. За ЛФРчики потом в конце катаклизма вроде начали доблесть давать. Что еще? Ну, за мифик плюсы, наверное, тут будут насыпать нам очков доблести хорошее количество. В общем-то, посмотрим. В целом, это неплохо для тех людей, которые, например, реально хотят себе трингу кольцо-пушечку получить. Может, какой-то слот один является проблемным. То есть, например, я долго бегал с 213 поясом, и мне нужен был повыше. Благо, с рейда выпал. Ну, тут люди смогут с помощью очков доблести просто-напросто все реализовать. В общем-то, я уверен, система хорошо себя проявит. Самое главное — заиметь ачивочку. Ну и, само собой, если поговорить о будущем, там, от патчика какого-нибудь 9.1, 9.2, то и левелы, само собой, будут расти. И чем быстрее вы получите ачиву за все закрытые пятнашки, тем быстрее вы сможете апать вещицы какие-либо. И тем лучше будет в принципе. То есть, можно будет комбинировать PvP с PvE. В PvP вы апаете рейтинг, повышаете PvP вещицы. В PvE вы кроете на ачив ключики и тоже апаете вещицы. То есть, апайте, апайте, апайте. И в принципе, с рейда вам уже не особо много, например, вещей нужно. Какие-то вещи вы можете трейдить, передавать друг другу просто-напросто в рейде и все. И это замечательно будет в целом. Посмотрим, как реализуется система очков доблести, сколько очков доблести будут давать и сколько нужно будет для апа какого-либо слота. Думаю, на пушку нужно будет очков доблести больше всего. В целом, я, наверное, доволен этой системой. Пока что поставлю ей 4,5 из 5. Жду вашу оценку в комментариях, какие у вас мысли на этот счет. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки.